Шалом! Ну мы еще со временем познакомимся, да, у нас есть целая неделя. И знаете, я хочу... Я так сегодня смотрел некоторые свои бумаги и нашел очень интересный такой отрывок из сообщения пресс-службы Украинской Православной Церкви за 8 июня 2002 года. В 2002 году в июне месяце мы проводили евангельационную кампанию в городе Киеве. И вот одно такое сообщение. Секта евреи за Иисуса активизировала свою деятельность в Киеве. Тысячи киевлян за последние две недели испытали назойливую пропаганду очередной секты харизматического направления евреи за Иисуса. Тактика в сектантов однообразна. Они раздают листовки на выходе из наиболее посещаемых станций метро, столицы и пытаются заполучить координаты заинтересовавшихся их проповедью прохожих. На своем сайте сектанты сообщают, что 5 мая 2002 года началась киевская кампания «Вот Бог ваш». Только за первую неделю этой кампании евреи за Иисуса раздали 256 555 листовок. Заполучили адреса 1112 человек. Стали членами этой организации вследствие этой проповеди за одну неделю 111 человек. Эти данные сектанты открыто сообщают на своем сайте. Причем обращенные делятся на две категории – евреи и изъязычников. Так именуются все остальные народы, в том числе и крещенные в православии украинцы. Кампании предшествовали четырехдневные курсы подготовки проповедников. Адепты сектами говорят языками. Бросают пить и курить и заниматься сексом, что почему-то считают евангельской нормой, праведности и чем очень гордятся. Наиболее ярко в этой религиозной организации выражена ее иудейская направленность. Для адептов чуть ли не наиболее важным является отношение к евреям. Отношение должно быть только позитивное. Православных сектанты обвиняют в антисемитизме. Село Городок и Рождество Богородицкую в селе Белевские хутора. Вот такая вот статья была помещена в 2002 году. Во время проведения нашей евангелиционной кампании в городе Киеве. Знаете, скажу, что это другая тема, правда, но благодаря оппозиции очень часто мы становимся видимы. Благодаря оппозиции очень часто мы можем проповедовать в тех местах, где мы не могли бы проповедовать даже за деньги. Благодаря оппозиции мы в действительности выходим на те рубежи, которые не были для нас возможны ранее. Сегодня я хотел бы, чтобы мы начали рассматривать тему, которая будет называться «Методы еврейского благовестия». И отправной точкой нашего путешествия в исследовании того, как же нам проповедовать евреям, будет послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Я скажу заранее, что в действительности этот отрывок из Писания является очень важным. Важным в деле благовестия, как евреям, так и неевреям. Евреев за Иисуса мы все любим этот отрывок из Писания. Он своего рода, как определенный, знаете, такой, как девиз нашего благовестия. И отсюда мы сможем ответить на пять очень важных вопросов. Что проповедовать? Почему проповедовать? Кому проповедовать? Как проповедовать? И когда проповедовать? Сегодня мы рассмотрим вопрос «Что мы с вами должны проповедовать?». Вопрос номер один. Что мы с вами должны проповедовать? Для начала хотел бы, чтобы кто-то громко с выражения прочитал римлянам, 1, 16. Вот просят в микрофон. Уже? Да. С первого стиха? Римлянам 1, 16. 16 стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллену. Спасибо. Итак, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллену. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на то, что здесь написано. И ответьте на вопрос, о чем Павел говорит, мы с вами должны проповедовать. Что мы с вами должны проповедовать? Благовествование Христово. Благовествие. Согласны все? Да. Благовествие. Мы должны проповедовать с вами благовествие. И вот мы должны с вами рассмотреть, что же такое все-таки благовествие. Что такое благовествие? Кто может ответить на этот вопрос? Благовествие. Благовествие. Что же обозначает такое благовествие? Так, что Божий приблизился. Через смерть и воскресенье вшуру. Да, вы совершенно правы. Давайте будем тогда брать микрофон, да? Вопрос, что такое благовествие, подразумевает, чем же оно является. Просто вопрос, что такое. Ну, благовествие – это благовествие. То есть, в разуме христианина – это либо же ответить на вопрос, что оно из себя представляет. Хорошо, что такое в разуме христианина – благовествие? Ну, в разуме христианина, как правило, это то, что Иисус умер, воскрес в оправдании всего человечества. Аминь, слава Богу. Я рад, что вы так в действительности знаете, что такое благовествие. Потому что многие утверждают, когда вы задаете вопрос, что такое благовествие, многие говорят, что благовествие – это добрая весть. Благовествие – это Евангелие. И они совершенно правы, да? Просто они называют то же самое другими словами, да? Потому что Евангелие – это и есть благовествие, это и есть добрая весть. Знаете, для начала я хотел бы, чтобы вы записали, чем не является Евангелие. Чем не является Евангелие. Евангелие – это не… Во-первых, наше собственное свидетельство. Потому что многие верующие считают, что когда они выходят благовествовать, когда они выходят проповедовать Евангелие, то Евангелие заключено в том, что Бог их спас. Это добрая весть, что Бог их спас. Но Евангелие не заключено в том, что Бог их спас. Поэтому Евангелие не является вашим личным свидетельством. Так же Евангелие не является вашей политической позицией. Вы, как гражданин, можете и имеете право иметь свою политическую позицию. Вы, как гражданин государства, свободны в том, чтобы высказывать свою политическую позицию. Но, как христианин, вы не обязаны навязывать кому-то свою политическую позицию. Как христианин, вы обязаны проповедовать Евангелие. Поэтому, если вы вышли проповедовать Евангелие или делитесь с кем-то Евангелем, то это не повод для того, чтобы делиться политическими своими убеждениями. Так же Евангелие — это не наши взгляды на Израиль. Многие смешивают и путают эти понятия. И считают, что если мы говорим сегодня очень хорошо об Израиле, то мы сообщаем Евангелие. К сожалению, нет, это неправда. Это правильно — иметь правильное понимание в отношении Израиля. Занимать правильную позицию в отношении Израиля. Правильно благословлять Израиль, правильно молиться за Израиль. Но нужно понимать, что проповедуя Израиль, вы не проповедуете Евангелие. Евангелие не является проповедью об Израиле. Можете сказать аминь? Аминь. Аминь. Поэтому мы должны понять, что есть много добрых и верных вестей, но они не являются Евангелем. В добрые вести сюда входит все, что для нас приятно слышать. Рождение ребенка, свадьба, может быть, сдача экзаменов или еще что-нибудь. Это все приятные и добрые новости, которых тоже можно было бы сказать, что это Евангелие, так как они являются добрыми новостями. Но не Евангелие в том понимании, о котором говорит Писание, и о котором говорит апостол Павел или Ребе Саввел. Что Евангелие мы с вами должны проповедовать. Итак, где же записано Евангелие? Это вопрос. Кто может ответить на вопрос, поднимите руку. Где записано Евангелие? В Священном Писании. Да, да. Ну, отрывок. Иоанна 3,16. Иоанна 3,16. Я скажу, это золотой стих Писания, но он не является Евангелем. Итак, Евангелие записано в 1 Коринфянам, 15 глава с 1 по 4 стих. 1 Коринфянам, 15 глава с 1 по 4 стих. Конкретно Евангелие записано в 3 и 4 стихе. Ну, давайте прочитаем с 1 по 4 стих. Пожалуйста, кто готов читать, возьмите микрофон. Микрофон передайте. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное утверждаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, Павел обращается, во-первых, к Коринфской церкви, во-вторых, также ко всем нам. Он говорит, что напоминаю вам, братья, Евангелие. Вы слышите, да? Напоминаю вам, братья, Евангелие. И Он говорит, то, что вы приняли, в чем вы утвердились, и Он напоминает, Он говорит, начиная с третьего стиха, что Евангелие есть что? Что Христос умер за грехи наши по Писанию. Вы слышите, да? И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Дорогие мои, обязательно, это задание уже домой. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих, выучить на память. В основе спасенного человека, в основе его понимания своей веры, во что он верит, он должен знать точные основания того, во что он верит, и на каком основании он является спасенным человеком. Аминь. Поэтому человеку нужно знать, на самом деле, во что он верит. Евангелие, это является основа, полагающая нашей веры, нашего спасения. Итак, в любой момент, когда бы вас не спросили, ну что же такое Евангелие? Каждый из вас должен ответить. Это то, что Иисус умер за мои грехи и воскрес из мертвых. По Писанию. Аминь. Я понимаю, что где-то, знаете, вот отдаленно, каждый из нас в своем разуме содержит это. Но когда он задает вопрос, очень часто многие не знают, как на него ответить. потому что нету точной формулировки в голове. Поэтому Павел, он и обращаясь к коринской церкви, он говорит, напоминаю вам, братья. То есть это говорится о том, что он уже говорил об этом, он утверждал, он говорит, что вы в это уверовали, по этой причине вы получили спасение, вы в этом утвердились, и он говорит, и я сам это принял. И он говорит снова, напоминаю вам, братья Евангелия, что Иисус умер по Писанию, был погребен и на третий день воскрес по Писанию. Вы слышите? Пожалуйста, вопрос. Возьмите. Содержание, ну, исходя из содержания этих слов, вот первое карифенам и вообще предыдущий ваш разговор, здесь, ну, как бы я не могу согласиться, что свидетельство не является Евангелие и вообще Благой Вести. Потому что здесь вы говорите, утвердились. Так. Вот, приняли и утвердились. Так. А принять и утвердиться, это так, каково является свидетельством. Может здесь, как бы правильно сказать, ну, не, людям не рассказывать о своем христианском пути, о своих, там, ошибках или достоинствах. Вот. А свидетельство, которое Христос изменил, это является как раз Евангелие. Потому что, когда при благовестии, ну, спрашивают, вы благовествуете или проповедуете? Да. Иногда приходится говорить. Отвечаю на вопрос. Когда мы с вами будем говорить на тему о том, как нам проповедовать Евангелие, какие методы проповеди Евангелия, мы будем говорить и о личном свидетельстве, и о уличной евангелизации, и о том, как проповедовать в квартирах и так далее. Это методы, которыми мы с помощью которых будем действовать. Но когда вы хотите заявить человеку Евангелие, именно ту благовесть, которая содержит в себе спасительную силу, оно заключено только в этих словах. О том, что Мессия Иешуа умер за наши грехи по Писанию, был погребен, и что Он воскрес из мертвых на третий день по Писанию. Я ответил на ваш вопрос или нет? Итак, Евангелие содержит в себе три основных направления. Знаете, многие утверждают, там четыре, пять, там разные есть способы и так далее. Я вижу, что Евангелие содержит в действительности три основных направления. И первое, это грех. Грех. Писание говорит нам, что мы все с вами согрешили и лишены славы Божьей. По этому вопросу ни у кого нет сомнений? Слава Богу! Я, знаете, задаю этот вопрос не зря, потому что, встречаясь с разными людьми, да, вы здесь все спасенные, то понятно, что вы однажды осознали, что вы грешны, и вам нужно было покаяться. Но, встречаясь с разными людьми, это самый один из таких проблематичных вопросов, касающихся греха. Потому что, когда вы говорите человеку по поводу того, что, ну, вы знаете, что все грешны, и человек готов согласиться с тем, что все грешны, и в этой толпе он грешен также. Но когда вы говорите о том, что он является лично грешным перед Богом, он говорит, нет, я же ничего такого не сделал для того, чтобы я был грешен. Обычно еврейские люди, знаете, что делают? Они говорят, я никого не убил, я ничего не украл, ну, если не считать, что государство, государство украсть – это не грех. Обычное явление, правда, да? Тем более, что большая часть нашего населения, бывшего Советского Союза, оно, знаете, жило с таким пониманием, что не украдешь, не проживешь. И этот менталитет до сих пор еще как бы живет во многих людях. Поэтому все, что государственное, это все мое. Поэтому если я украл государство, это не считается воровством. Помните, да, такие понятия? Или вы уже не застали этого? Помните, да? Поэтому многие действительности еврейские люди, они утверждают, что они не имеют греха по одной причине, что они ничего не украли, ну, если не считать государственного, вот, и никого не убили. Ну, и некоторые даже говорят, я никогда не изменил, например, своей жене, поэтому я не прелюбодействовал, поэтому нету причины для того, чтобы назвать меня грешником. Знаете, хороший в действительности пример из Писания – это Экклесиаст 7,20. Царь Соломон говорит замечательные слова. Экклесиаст 7,20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». В действительности замечательные слова выражены самым мудрым человеком. Я обычно говорю, ну, вот посмотрите, что говорит Соломон. Есть люди добрые, есть люди порядочные, есть люди, получившие хорошее образование, может быть, даже два или три. Но царь Соломон утверждает то, что даже делая добрые дела, в итоге не остается ни одного, который бы не совершал бы грех. Он говорит в итоге, что каждый человек, что? Согрешает. Какой бы он ни был бы хороший, культурный, образованный, совершающий добрые дела, но каждый человек согрешает. И поэтому, когда Писание говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божьей, то это утверждение не только за все человечество, но это утверждение за каждого человека в отдельности. Каждый из нас перед Богом, он находится как грешник. Мы можем на это сказать аминь. Также я могу предложить вам еще несколько мест из Писания. Их, конечно, гораздо больше. Исайя, 53 глава, 6 стих. Исайя, 53 глава, 6 стих. Римлянам, 3 глава, 23 стих, 10 и 12. Эти некоторые места из Писания помогут вам говорить о грехе. Второе, что содержит в себе Евангелие и что в действительности должен узнать человек, которому вы и свидетельствуете, это вопрос о спасении. Если каждый человек согрешил, то в итоге, как говорится, что в результате за наказание, за грех, что? Смерть. Смерть, да? И Писание нам говорит, что без пролития крови не может быть что? Прощения. Итак, каждый в результате того, что он согрешил, должен быть наказан смертью. Поэтому каждому человеку, для того, чтобы не умереть, нужно спасение. И это второй пункт, о котором мы должны говорить с людьми, это о спасении. Римлянам, 10 глава, с 9 по 13 стих. Это хорошо всем известные отрывки из Писания, да? Римлянам, 10 глава, с 9 по 13 стих. Хочу, чтобы кто-нибудь прочитал, только громко. Кто-нибудь другой, не Сергей. Кто-нибудь открыл уже, да? Римлянам, 10 глава, с 9 по 13 стих. Да, да. Давать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасёшься. Поэтому, а, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Аминь. Итак, Писание нам говорит, что каждый человек, который исповедует своими устами Иисуса Господом, слышите, да, и сердцем будет веровать, что с ним произойдёт? Спасётся. Он спасётся. Для того, чтобы человеку получить спасение от греха, что ему нужно сделать? Ему нужно покаяться, да? Для того, чтобы получить спасение, ему нужно покаяться. Ну, результат покаяния, или ход покаяния, да, это исповедание устами. Видите, обязательно правило. Обязательное правило. Исповедание устами и что? И вера сердцем. Вы слышите, да? Обязательное правило. Вера сердцем и исповедание устами. В результате чего в действительности человек получает спасение. Приходит новая жизнь. Приходит рождение свыше. В результате того, когда есть сердце веры, и уста исповедуют. Евреям 9 глава с 22 по 28 стих. Евреям 9 глава с 22 по 28 стих. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы пристать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как превосвященник входит во святилище каждогодно с чужой окрою. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человек положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принося себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Итак, во-первых, мы должны увидеть, что здесь идет перекликание. Этот отрывок Писания, да, он перекликается с отрывком, который находится в Торе, в книге Левит, где также говорится о чем? О крови. Правильно. О крови. То, чего я сказал, что для того, чтобы человеку спастись, нужно что? Пролитие крови. И без пролития крови не может быть чего? Прощения. Не может быть прощения. Должно быть пролитие крови. Отсюда, из этого отрывка, мы можем перейти к следующему, третьему моменту. Для того, чтобы каждый человек был спасен, ему необходим кто? Спаситель. Спаситель. Совершенно правильно. Третье, о чем мы должны говорить с людьми, то, что содержит в себе Евангелие, это спаситель. Спаситель. Итак, если люди осознали себя грешниками, вы говорите с ними о том, что от наказания за грех необходимо иметь прощение, необходимо иметь спасение, да, для того, чтобы не пострадать и не иметь вечное наказание. Что им необходим спаситель, спасение. И в результате того, чтобы получить спасение, им нужен спаситель. Спаситель. Деяние, 4 глава, 10-12 стих. Деяние, 4 глава, 10-12 стих. Кто открыл? Туда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами, здрав. Но есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Итак, о чем здесь говорится? Это тоже правильное утверждение. Но о чем здесь говорится конкретно? Здесь говорится о том, что нету, нету на самом деле другого имени, которым надлежало бы спастись человеку. Видите, да? Это очень важный момент. Потому что, знаете, есть люди, утверждающие то, что нужно призвать имя Господне, для того, чтобы спастись. Там, где мы сегодня читали, 10-13. И в утверждении они утверждают, что это имя, это имя Иеговы. Но Писание говорит очень четко и ясно, что нету другого имени, которым бы надлежало спастись человеку, кроме имени Ишуа. Одно имя, которое приводит ко спасению. Это имя Ишуа. Есть только один Спаситель, который приводит ко спасению. Это Ишуа. Поэтому мы должны понимать с вами сами, во первую очередь, что для того, чтобы спастись, человеку нужно осознать себя грешником. Он должен понять, что для того, чтобы ему спастись, ему нужно спасение, да? Нужно пролитие крови. И для того, чтобы в итоге получить это спасение, ему нужен Спаситель. Тот, который уже взошел на Голговский крест и умер, и пролил там свою кровь, для того, чтобы были покрыты, и каждый из нас был избавлен от греха, и мог получить свободу от рабства греха, мог получить новую жизнь. Можем сказать на это Аминь? Аминь. Итак, давайте поговорим о преподношении Благой Вести через Писание. Преподношение Благой Вести через Писание. Преподношение Благой Вести через Писание. Мы для утверждения еще раз рассмотрим каждый пункт. Чуть позже. Грех спасения, спаситель. Но сейчас хочу поговорить о преподношении Благой Вести через Писание. Некоторые отрывки из Писания Ветхого Завета. Экклесиаста 7.20, то, что я уже предлагал. Вы это запишите в столбик для себя. Экклесиаста 7.20. Все согрешили. Сейчас запишем места из Писания и просто сделайте пометку, хорошо? А потом прочитаем их. Экклесиаста 7.20. Все согрешили. Пророк Исаия, 59 глава, 1-2 стих. Отделение от Господа. Пророк Исаия, 59 глава, 1-2 стих. Отделение от Господа. Изекииль, 18 глава, 4 стих. Наказание и последствия греха. Смерть. Изекииль, 18 глава, 4 стих. Наказание и последствия греха. Смерть. Исаия, 64 глава, 6 стих. Там говорится об успехе греха. Исаия, 64 глава, 6 стих. Нужно так в кавычках взять. Успех греха. Левит, 17 глава, 11 стих. Вы успеваете? Исправление греха. Левит, 17 глава, 11 стих. Исправление греха. Римлянам, 10 глава, 9 стих. Разрешение проблемы греха. Давайте по очереди откроем все эти места Писания. Только не все сразу одно и то же. Давайте так. Вы здесь откройте. Экклестер, 10 глава, 7, 20. Сергей. Исаия, 59 глава, 1, 2. Как вас зовут? Вадим. Изыкиля, 18 глава, 4. Как вас зовут? Ирина. Исаия, 64 глава, 6 и 7. Галина. Левит, 17 глава, 11. Галина. И вы, римлянам, 10, 9. Как вас зовут? Лена. Римлянам, 10, 9. И, пожалуйста, микрофон. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Мы уже говорили, поэтому не будем останавливаться, да? То есть каждый грешен, каждый грешен. Исаия, 59, 1, 2. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Аминь. Вадиму, дай, пожалуйста. Подожди, Вадим, не считай. Давайте здесь мы остановимся на минуту. Что говорит Бог через пророка? Он говорит, что рука Его, что? Не сократилась для того, чтобы спасать. Вы слышите, да? То есть у Бога все в порядке с руками. И Он по-прежнему, как спасал, Он спасает. Он говорит, что? Что ухо Его, что? Оно не отяжелело, да? То есть у Него с ухом ничего не случилось. Все как было, все в порядке. Он по-прежнему на своем месте. Он по-прежнему каждого слышит. То есть Он готов для того, чтобы продолжать слышать нас, отвечать на наши молитвы, помогать нам и спасать нас. Аминь. Но есть проблема. Реальная проблема, из-за которой происходит то, что Бог нас может не слышать. Из-за того, что кто-то не получает спасения. Из-за того, что многие сегодня не решают свои проблемы. По той причине, что Бог, оказывается, может в какой-то момент не слышать. И эта проблема не в Боге. Это проблема в нас. Знаете, если вдруг оказалось, что я и Бог где-то в стороне, ну, разделились, да, каким-то образом, Бог никуда не ушел. Он остался на своем месте. Это означает, что я куда-то отошел. Это меня нету рядом с Богом. Бог как был, он там и остался. Но я, значит, куда-то отошел. И проблема, которая заключена здесь, говорит о том, что грех, соделанный мною или кем-то другим, он производит разделение между мной и Богом моим. Ну, я бы сказал так, примерно, это как, знаете, вырастает стена, разделяющая нас, через которую Бог не имеет возможности с нами общаться. Вы помните, да, что когда Иисус, Ишуа был на кресте, в какой-то момент Бог его оставил. Помните? Когда весь грех мира лег на Ишуа, в этот момент Бог отвернул свое лицо. Это единственный момент, когда Бог не может иметь отношения с человеком. Когда грех разделяет наши отношения. И здесь об этом говорится. Что только грех может разделять наши отношения. Как в проповеди Евангелия, так для просто нашей повседневной жизни мы должны помнить, что если мы согрешили, то нам нужно как можно быстрее покаяться в своем грехе, для того, чтобы эта стена не вырастала между нами и нашим Богом. Для того, чтобы Бог продолжал нас слышать. Для того, чтобы Бог продолжал нам помогать и спасать нас. Аминь. Читайте. Ибо вот все души мои, как душа Отца, так и душа Сына мои, душа согрешающая, та умрет. Смотрите, как все очень просто. Никто не отвечает за другого. Нам порой хочется, забегая вперед, напомню вам, помните, как апостол Павел говорит, что я готов был бы сам быть отлученным от вечной жизни за братьев моих. но он это не сможет сделать. Потому что никто из нас не может ответить за другого. Никто не сможет понести наказание за другого в отношении наказания за грех и вечной жизни. Это мог сделать только Мессия Иешуа, который взял все наши грехи и освободил нас. Но каждый согрешающий человек, он понесет наказание сам за свои грехи. И все наказания, они лягут на его голову. Мы можем быть винны только в одном. Вы знаете в чем? Если мы человеку не сказали о его грехе, если мы не сказали ему о том, что есть для него спасение, тогда Писание говорит, что его кровь, она может быть на нашей голове. Если мы промолчали, и человек вместо того, чтобы получить спасение, покаявшись, он пошел просто в ад. И на этом скажем аминь и закончим. Пока.